Мир вам, братья и сестры! Христос воскрес! Слава Господу за этот день воскресный, день праздничный. Сегодня страна, в которой мы живем, отмечает День Матери. И не зря даже Господь в заповедях сказал, «Почитай Отца Твоего и Мать Твою». И да благословит Господь каждого из нас, почитать наших родителей, матерей, не только в этот день, но каждый день в жизни нашей, потому что это заповедь Божия. Мы помолимся, попросим благословения Господнего на все это служение, на все, что мы сегодня будем здесь делать, чтобы Господь нас благословил. Отец наш Небесный, хвала и благодарность Тебе за этот день, который сотворил Ты в жизни нашей. Благодарность Тебе за мирное небо над головою, за то, что мы можем собраться спокойно в Доме Твоем для молитвы Тебе, Богу нашему, для поклонения Тебе. Господь, это милость Твоя, это любовь Твоя, проявленная к нам. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что в этот день мы также можем вспомнить и о матерях наших, можем поздравить их, можем почтить их, Господи. И мы просим, чтобы Ты благословил всех матерей наших, Господи. Просим, чтобы Ты укрепил силы ихние, физические, духовные. Мы благодарим Тебя за это благословение, которое мы имеем, иметь матерей в жизни нашей. Благослови, Господи, Слово Твое, которое будет звучать сегодня. Благослови, братьев, исполни силы свыше. Благослови все пение, поклонение пред лицом Твоим. Благослови всякое участие. Наполни нас духом молитвы. Дай нам поклониться Тебе, Богу нашему, в духе и истине. Мы просим Тебя, чтобы Ты посетил всех тех, кто не мог прийти на это место, для того, чтобы вместе быть в общении с Тобою. Посети милостью и благодатью и своим утешением. За все благодарим и поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и крыстно, и во веки веков, Во веки вековами, единородный Сын, Создатель мира, бессмертен Ты. Из любви Своей предвечность, спасение наше враги. Принял образ смертного, и от Духа воплотился. От Духа Святого и от Девы Марии Распят на Кресте, Христос, Сын Божий. Смертью смерть попрал он, и сел на весную отца, Расслабляемый во веки, во веки веков вами. В этот радостный праздничный день хочется, чтобы мы вместе все сказали и слава нашему Господу, братья и сестры. Сегодня особенный день, сегодня радостный день. Я бы хотел сегодня деток спросить, или у них сегодня особенный и радостный день. Детки, у вас сегодня радостный день? А в чем сегодня ваша радость? Я хочу знать. Я смотрю, вы все так красиво одеты, причесаны. Вы, наверное, одежду сами себе стирали, погладили, причесались все. Если вы посмотрите на братья, вот там в хоре сидят или в зале. Все красиво одеты, правда? И я думаю, вот этот день, это особенный день, потому что мы понимаем, что за этим стоит, за этим стоит мама. Правда, детки? У вас всех мамы есть, правда? А вы любите своих мам? И вы правда говорите, что вы любите их? А мамы ваши вас любят? Чуть-чуть или сильно любят? Они сильно, правда, вас любят? И потому вы сегодня красивые и одетые. И я надеюсь, что вы все сегодня кушали, правда? И за это слава нашему Господу, братья и сестры. В этот день мы живем в стране, и эта страна одна отмечает День Матери. Каждый по-разному ставится. Но я думаю, что мы можем сказать, слава Богу, что есть этот день в этой стране, и что эта страна отмечает этот день. Потому что мы в этот день можем по-особенному поблагодарить наших жен. Детки по-особенному могут поблагодарить своих матерей. Может, мы не так часто делаем это в жизни. Особенно мужья, детки. Мы как-то привыкаем, что с утра мы встанем, и там будет чистая одежда. Мы придем, детки откроют холодильник, холодильник полный. Но чтобы чистая одежда была, это надо, чтобы кто-то взял, постирал ее, правда? Почистил, выгладил, выучил хорошо, чтобы пища была. И это делает мама, правда? И когда мы слышим слово «мама», я думаю, это особое ощущение приходит на нас, правда? Это слово за собой несет много радости. Это слово «мама» несет много тепла. Несет много благословений слово «мама». И каждый из нас, кто здесь находится, у каждого из нас была мама, правда? И я думаю, это благословение, что у нас были мамы. Нашей мамы уже нет. Но я с радостью вспоминаю, что у меня была такая мама. Прекрасная, заботящаяся мама. Но плюс к этому она была христианка. Она была любящая мама. Она любила всех 11 детей, которые она воспитала. Друзья, сегодняшний день я хочу, чтобы мы, когда преклоним наши колени, чтобы мы не молчали, детки дорогие, я хочу спросить, вы хотите сегодня поблагодарить Господа за маму? Кто будет сегодня молиться, пожалуйста, поднимите руку, детки. Кто поблагодарит Господа за маму? Девочка есть, вот там есть, мальчик есть. А здесь есть кто-то хочет, кто хочет поблагодарить Господа за маму? Нету. Поблагодарите. Может, мужья, дорогие, в этот день мы особенно поблагодарим Господа за наших жен, любящих прекрасных и благословенных жен. Когда мы читаем Слово Божье, Слово Божье открывает нам, и много есть этих прекрасных гимнов, высоких гимнов о любви, о любви матери к детям, о жене, к мужу. И первый гимн, который мы находим, это есть гимн песни-песней. Это особенная книга, которая показывает, это была особая, особая, высокая любовь между мужем и женой, между парнем и девицей. И чтобы вот эту любовь показать, надо было Господу Духом Святым запечатлеть и написать целую книгу, песни-песней. Почему я задал себе вопрос? Друзья, Бог высоко ценит семью. Бог высоко поставил стандарты семьи. И потому Он написал целую книгу, которая отображает любовь между супругами. И как важно, чтобы эта любовь в жизни нашей была, чтобы мы отображали эту любовь. Бог через эту книгу показывает свои чувства к церкви. И когда мы читаем эту книгу духовными глазами, мы видим эти прообразы любви Бога к церкви. И вот мы в семье можем вот эти чувства также показывать, показывать нашим детям, показывать этому окружающему миру. И Слово Божие говорит, что как мы должны любить жен? Друзья, когда мы сегодня находимся в Доме Божьем, мы можем, каждый из нас может себя проверить. Как я люблю жену, которую дал мне Господь. Вы помните, когда Кадаму проводили разных зверей, и ничего особенного не было. Но когда Господь привел Бог ему Еву, у него, я думаю, глаза очень большие стали, как в Ауди. И он смотрел на нее, он с радостью смотрел, потому что он увидел, что это его, это то, в чем он нуждался, это его любовь. Друзья, сегодня Господь нам подарил прекрасных жен, спутниц жизни. Радуемся ли мы сегодня, что мы имеем жен? Радуются ли детки, благодарны ли детки, что они имеют мам? И Писание говорит, Ефесянам 5 глава, 25 стих, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Бог высоко ценит любовь. Бог высоко ценит любовь мужа к жене. И Бог высоко ставит семью. Высокие стандарты у Бога. И Бог желает, чтобы эти стандарты Божьи проявлялись между любящей парой. Вторая песня, которую я нахожу, это коринфянам. Друзья, я кратко, но я хочу, чтобы мы в эти дни, чтобы наши сердца, когда мы слышим это слово, мы могли себя проверить. Благодарен ли я? Проявляю ли я на деле эту любовь свою к этой девушке, которую я полюбил однажды? Влюбился ли я в нее опять? Влюбляю ли я ее, как любил тогда? Или, может быть, я еще сильнее люблю ее, потому что вижу ее заботу и любовь? И мы читаем 1 Коринфянам 13 глава. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищит своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а все радуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает». Друзья, это особенная любовь. И я думаю, что это любовь о наших матерях, о наших женах, которые себя посвятили в эту жертву, живую и святую, благоданную Господу. И вот эту жертву эту любовь они проявляют в семьях наших. Поэтому и мы красиво одеты сегодня, чистые, нарядные, потому что у нас есть любящие жены, прекрасные жены. И мы сегодня хотим особенно поблагодарить Господа за них. И у нас есть возможность это еще раз пославить Господа. Друзья, жена в семье это, знаете, как пчелка, которая трудится неусыпна, которая трудится день и ночь, которая переживает за семью, которая переживает за мужа, которая переживает за детей. Она трудится, как эта пчелка, которая добывает и приносит мед, а потом умирает, потому что перетрудилась. Братья и сестры, нам есть за что благодарить Господа сегодня. Детки, дорогие мальчики, которые вот здесь сидят, вы слышите, что я говорю? Я хочу, чтобы ваши сердца сегодня тоже благодарили Господа за ваших матерей. Наши матеря, они как эта свеча, которая горит. Горит не для себя, а горит для тех, кто находится в доме, чтобы было светло, чтобы было уютно, чтобы было прикольное, это прекрасно. Друзья, если любовь так важна, если Бог так высоко ценит эту любовь, как должны мы относиться к нашим близким, к нашим женам? Как мы должны это ценить? Если любовь между двумя так ценна, Писание говорит, когда мы откроем пророка Исаию, Исаия говорит в 49-м главе 15-й стих, «Забудет ли женщина грудой и дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Вопрос? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя. Но если бы она забыла тебя, то я не забуду тебя». Друзья, в этот день, когда мы празднуем этот праздник, эта страна, я хочу, чтобы мы особен сегодня поблагодарили Господа. Поблагодарили Господа за наших близких и хороших жен. Поблагодарили Господа за Его любовь, которую Он к нам проявил, друзья. И Писание говорит, что это любовь выше любви женской. Это любовь превыше всех любви. И Писание говорит, что так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это любовь Божья. И эта любовь проявила в Сыне Его, Иисусе Христе. И мы сегодня пришли в Дом Божий, чтобы воздать славу нашему Господу, поблагодарить Господа за наших жен, прекрасных жен. Один стихотворец написал такие слова, «Если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе, дорогой друг, дорогая молодежь. Сегодня мы живем в стране, принципы, стандарты семей перевертаются, сегодня матерей не так уж ценят дети, им не приходится видеть, как дети иногда проявляют грубость к матерям. Если мать твоя живая, цени ей здесь на земле, люби ее, а давай это, что надлежит, чего требует Господь, люби свою маму. Мама твоя однажды, однажды дана тебе, матери два раза в жизни не будет. И как жаль, я вспоминаю, когда я не всегда ценил маму. Но у меня была мама христианка, она окружала нас своими молитвами, молитвами. Она в жизни сделала, и она делала, что могла. Она стояла на коленях в проломе, она окружала, и мы, дети, были окружены молитвами нашей матери. Когда я приезжал поздно домой, и тихонько заходил домой, я слышал, как в комнате наша мама, она плакала, она молилась, она стояла в борьбе, в проломе за нас, потому что она понимала, что своими силами с отцом они ничего не смогут сделать. Но она знала, этот источник есть, куда взывать, и она туда взывала, к нашему Господу, она молилась за нас. Дорогие матеря, благословение вам от Господа, пусть Господь обильно вас благословит, чтобы ваши молитвы, ваши слезы были слышны в собрании, чтобы вы не переставали молиться за ваших детей, потому что наш Господь, он живой Господь, он слышит ваши молитвы, и он даст ответ в свое время. Дорогая молодежь, дорогие ребята, которые здесь находятся, если в жизни вы где-то проявляли, может, не хотя, по своей глупости, дерзость к своей маме, подойдите после собрания, подойдите и скажите, мама, прости меня, может, приедьте в магазин, купите букет цветов, приедьте к маме и скажите, мама, благодарю, что ты у меня хорошая мама, что ты за меня молишься, что ты слезы свои лезь за меня, потому в жизни я имею эти благословения, мы имели эти благословения, потому что мама за нас молилась, благослови Господь вас, дорогие сестры, слава Господу, что вы есть, прекрасные, дорогие, что вы любите семьи и вы молитесь за них, пусть Господь обильно вас благословит, а мы преклоним колени и поблагодарим нашего Господа за все, аминь. и вы ой, но весна принесла нам праздник, В ярких красках расцвел миндаль Обновление живой участник Этот праздник сроднил людей В новой жизни он стал началом Воскресенье царя царей Возрождением нашим стало Мир встречает заката дни Трудно людям в плену пороков Но возглавшие власть любви Праздник жизни несут народом Этот праздник сроднил людей В новой жизни он стал началом Воскресенье царя царей Возрождением нашим стало Вам спасибо сто тысяч раз Пронесли через огонь и воду Праздник сроднил людей В новой жизни он стал началом Воскресенье царя царей Возрождением нашим стало Этот праздник странил людей В новой жизни он стал началом Воскресенье царя царей Возрождением нашим стало 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 За такое количество маленьких деток Которые появляются в семьях наших Это благословение Божие Я прочитаю место одно пожелания вам, родители и нам все вместе, друзья Псалом Асафа, главный человек «Внимай, народ мой, закону моему! Преклоните ухо ваше к словам уст моих! Открою уста мои в притчи и произнесу гадания из древности! Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил!» Он поставил устав в Якове, положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещались своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Дорогие друзья, Ассав дальше говорит в этой главе о том, что Господь сделал с израильским народом. Как чудно Он вывел их из этой земли, из этого рабства, и какое спасение Он им подарил. Может, кто-то скажет, какое это отношение сегодня имеет к нам, это относилось к израильскому народу. Друзья, когда мы читаем это место, то мы можем увидеть и себя здесь, потому что Господь Иисус Христос смертью Своим, воскресением Своим и нас вывел из рабства греха, из рабства тьмы. И вот это то, что мы прочитали здесь, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил. Родители дорогие, на вас, на нас, лежит эта ответственность не скрыть от детей наших. Вы скажете, как можно скрыть такое? Как можно скрыть то, что Господь сделал в жизни моей? Наверное, можно, братья и сестры. Наверное, можно. Наверное, мало родителей говорят об этом. Наверное, мало наставляют. И Асав в этом месте нам напоминает об этом и говорит, не скроем от детей наших. Родители дорогие, пусть Господь благословит каждого из вас. Вот ту веру, которую Он вселил в сердца каждого из вас, чтобы вы могли ее передать детям своим. Не скрыть от них. Рассказать о том, что Господь сделал в жизни вашей. Как Он вас искупил. Как Он избавил вас от этого рабства. Как Он подарил вам новую жизнь. И об этом нужно рассказывать. Мы читаем в 6 стихе, чтобы знал род грядущий, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Когда-то ваши родители возвещали вам. Теперь ваша очередь возвестить это детям вашим, когда они будут возрастать. И что же нужно сказать? Чтобы возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Да благословит Господь каждого из вас. Мы сейчас будем молиться. Перед молитвой я бы хотел, чтобы родители назвали своих детей по имени. И затем мы будем с братьями совершать молитву. Спасибо, пожалуйста. Алиса Белово. Матвей Кондратьев. Милана Тесленок. Агнеса Яценко. Саламия Шамерека. Дорогой мой, любящий отец. И благодарю Тебя, что Ты привел меня в свой дом сегодня. Благодарю Тебя за Твою милость и доброту ко мне, к моей жизни, Господь. И в свое время посланную Мишеньку, Господь. Посланную, Господь, деток. Сейчас посланную Лисочку, Господь. Слава Тебе. И хвала за это чудо, Господь, что она здоровенькая, Господь, полноценный ребеночек. Слава Тебе. Вот сейчас молю Тебя, пожалуйста, благослови на ее жизнь. Ты сам все устрои. Благослови, Господь, срани ее. Господь, в этом лукавом мире, в котором очень много зла, Господь, я прошу Тебя, уберегай ее, сохраняй ее, Господь. Пошли, пожалуйста, чтобы хороших друзей, Господь, хороших, правильных, Господь, людей в ее жизни, которые, Господь, бы направляли ее к Тебе в небеса. Прошу благословения и мудрости, Господь, нам как родителям воспитать ее, вложить ее в сердечко, Господь, раннего, раннего, Господь, времени. Господь, Твое Слово, Свою истину, Господь, чтобы она приняла Тебя и жила святой жизнью. Пошу, пожалуйста, благослови и сохраняй ее. Наш любящий Отец, я обращаю тебе в этот час по данности, что мы можем быть в Доме Твоем с нашей семьей. Боже мой, подарю Тебя за мою семью, которую Ты даровал, за жену прекрасную, Боже мой, за Леночку, халатя за нее, и за сына, и за дочь еще, которую Ты нам даровал, за Лисочку, Боже мой, халатю и слава, что она родилась здоровенькая. И Ты все благословил, Боже мой, и мы теперь можем находиться здесь. Боже мой, прошу благословения на ее жизнь, Ты ее сам веди по жизни, Боже мой. Пусть Твоя ограда будет над ней, и, Боже мой, помоги нам, как родителям, наставить ее, показать ей путь правильный, Боже мой. Боже мой, помоги нам, Боже мой, во всем этом, Боже мой, прошу, храни ее остаток ее жизни и всю его будущность, Боже мой, в этом мире. И я за все халатя, и слава, и мой Бог. Аминь. Господь и Бог, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что мы можем приходить к Тебе и открывать свои желания перед Тобой. И мы молимся Тебе, Господи, чтобы Ты благословил это дитя, которое родители принесли в Дом Твой, которые хотят посвятить его всю жизнь Тебе, Господь. И мы молимся, чтобы Ты благословил ее, чтобы Ты благословил ее с ее рождения и всю жизнь. Веряем в руки Твои и просим, чтобы Твое благословение отцовское, оно пребывало на ней, чтобы рука Твоя оберегала ее везде и всегда. Господь, молитва моя к Тебе, чтобы, когда она подрастет, чтобы она могла понуждаться в Тебе, чтобы она могла взыскать Тебя и найти спасение в Тебе, нашим Господе Иисусе Христе. Прошу Тебя о родителях, чтобы Ты благословил их, чтобы они могли научить ее возлагать надежду на Тебя, нашего Господа. Да услышь это все во имя Твое, наш Бог. Аминь. Дорогой Господь, благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты есть наш Бог, за то, что Ты даруешь этот день для нас, Господь. Благодарность Тебе за то, что Ты послал Иисуса Христа, Господь, за то, что Ты искупил нас, Господь. Благодарность Тебе за то, что Ты даровал мне семью, Господь, церковь, Господь. И также благодарность Тебе, Господь, за то, что Ты дал нам дар, Матфея, Господь, за то, что Ты услышал наши молитвы, Господь, за то, что Ты ему даруешь здоровье, Господь. Я прошу Тебя о его будущем, Господь, чтобы Ты благословил его, Господь, в его жизни, чтобы он выбирал доброе, а не худое, Господь, чтобы он всегда стремился к Тебе, Господь. Также прошу Тебя о Лукасе тоже, Господь, чтобы Ты его тоже благословил. Ты знаешь наши переживания, Господь, мы отдаем все Тебе, Господь. Прошу Тебя, Господь, как родители, чтобы Ты дал нам мудрости, правильно воспитать Его, правильно Его наставлять, Господь, и также чтобы Он искал Тебя, чтобы Он ближе стремился к Господь, чтобы Он мог вырасти мудрым мужчином, Господь, и быть Твоим, чтобы Он служил другим, чтобы Он любил людей. И прошу Тебя, Господь, дай нам терпение и также много мудрости и силы Тебя слава за все, мой Бог. Аминь. Слава Тебе, Отец Небесный, Бог всемогущий, вездесущий, за то, что Ты есть наш Богом, за то, что мы можем прийти к Тебе, Господь, и поклоняться, и молиться, Господь. Слава Тебе за кровь Иисуса Христа, которая примирила нас с Тобою. Слава Тебе за эту церковь, Господь. Слава Тебе за семью, которую Ты мне подарил, за жену, Господь. Благодарю Тебя и славлюсь за мою маму. Прошу, Господь, чтобы Ты благословил нашу семью, и чтобы Ты благословил за Матвея, Господь, и чтобы Ты дал нам мудрости, Его праведно воспитывать, и чтобы мы Ему показывали хороший пример в наших делах, поступках, словах, Господь. И чтобы Он в юности покаялся, и чтобы Он признал Тебя, Господь. Пожалуйста, благослови Его предстоящую жизнь. Прошу, Господь, о милости Твоей. Я все молюсь о Ваме, и за Христа. Аминь. Дорогой Господь, родители принесли этого маленького человечка Матфея, чтобы Ты благословил его. Они имели намерение принести его сюда, Господь, и Ты видел желание их еще до того, как они принесли его, Господи. Благослови, Господи, его. Благослови папу его, маму его. Благослови его воспитание и возрастание, Господи. Благослови его личное восприятие Тебя, чтобы он, когда подрастет, воспринял Тебя, как своего личного спасителя. Храни его в этом мире среди множества. Выдели, Господи, его, и возьми в длани свои его. И да будет благословение Твое над ним, мой Бог. Аминь. Боже, я благодарю Тебе, что Ты хранил нас на этот день, Боже, что Ты привив нас сюда, Боже, сегодня. Я благодарю Тебе за мою семью, Боже, что Ты посадил нам дедок, Боже. Я благодарю Тебе за Міланочку сегодня, Боже. Я благодарю Тебе, что она родилась здоровенькая, Боже, без всяких проблем, что она развивается, Боже. Я прошу Тебе, чтобы ты дальше хранил ее, благослови ее, Боже. Та, чтобы она развивалась и физически, и умственно правильно, Боже, чтобы она могла расти послушной девочкой, Боже. Я прошу Тебе хранить ее в будущем, хранить ее от плохих друзей, Боже. И поможи мне быть хорошей мамой для нее, Боже, чтобы я могла правильно с ней относиться, Боже, чтобы я могла правильно ее учить, Боже. Поможи, чтобы мы спавши могли ей показывать хороший пример, Боже, чтобы мы могли показать ей путь для Тебе, Боже, чтобы мы не отталкивали от Тебя, Боже, своим поведением, Боже. Поможи, чтобы мы могли содержать мир и любовь в нашей семье, Боже, и ставить Тебе на первое место, и чтобы мы могли продаваться нашим деткам, Боже. Я благодарю Тебе за все. В имя Христоса Христа, Боже, будь с нами. Аминь. Дорогой Господь, в этот час я складился у ног Твоих, Господи. Я благодарю Тебя за возможность, которую Ты дал мне, быть здесь, в Доме Твоем, Господи. Я благодарю за то, что Ты дал мне возможное, Господи. Склониться у ног Твоих, Господи, и поблагодарить Тебя за все, что Ты даешь мне. Господи, я благодарю Тебя за семью, которой Ты меня благословил. Я благодарю за жену, благодарю за детей. Я также, Господи, благодарю, что Ты благословил рождение Миланы, Господи, что она родилась здоровенькой, Господи, что она развивается умственно-физически, Господи. Я благодарю Тебя за это. Боже мой, я прошу Тебя в этот час. Ты, Господи, дай мне и Маше мудрости, Господи, как правильно зарастить и воспитать ее. Ты дай нам мудрости, Господи, быть для нее примером, Господи, в этой жизни. Ты дай нам мудрости, Господи, указать на Тебя, Господи, и передать любовь к ней в Тебя, Господи. Я также, Господи, прошу, благослови ее, благослови ее в жизни, благослови ее, чтобы она, Господи, была Твоим детем, Господи. Я также прошу Тебя, откройся ей в раннем возрасте, Господи, чтобы она могла любить Тебя, чтобы она могла быть Твоим детем. Также я прошу Тебя, Господи, защити ее от всякого рода зла и греха в этой жизни, Господи. Защити ее, Господи, от злых людей, от худых сообществ, Господи. И я прошу Тебя также, благослови ее в церкви, чтобы она могла служить Тебе, Господи, чтобы она могла прославлять Тебя, Господи. Я также, Господи, прошу, Ты помоги нам во всем. Слава Тебе за всем, Отец и Дух Святой. Аминь. Владыка наш Божий, Создатель неба и земли, хвала Тебе за то, что Ты дал жизнь этой маленькой девочке. И вот мы несем Тебе вместе с родителями, Милану, в Твои руки надежные, добрые, любящие, пронзенные. Доверяем ее жизнь, судьбу, будущность, душу, дух и тело, чтобы Ты направлял, чтобы Ты охранял, чтобы Ты привел в Твое Царство Небесное. Благослови родителей и помоги воспитать в учении и наставлении Господнем, чтобы она служила Тебе, была христианкой, была в Доме Божьем. Да будет благословено имя Твое наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогой Отец, слава Тебе величи, Господи, за этот день. Я Тебя сердечно благодарю за то, что Ты благословил, Господи, у нас. Агнесочка, второй девочкой, Господи, благодарю за то, что Ты благословил здоровьем, Господи. Я благодарю за то, что мы можем как семья, Господи, принять ее и быть ее родителями, Отец Небесный. Я прошу, Господи, Тебя, чтобы Ты благословил ее жизнь, Господи, ее развитие, Господи, физически и умственно, Господи, чтобы она была здоровой девочкой, Отец Небесный, в дальнейшем. Прошу Тебя, Господи, также, чтобы Ты благословил ее друзьями верными по жизни, Господи, чтобы они всегда были рядом, Господи. Прошу, Господи, чтобы Ты благословил ее мудростью, чтобы умела отличать добро от зло, Господи, чтобы она всегда держалась правильного пути, Господи, чтобы у нее был страх, Господи, чтобы она всегда держалась в церкви, Господи. Прошу Тебя, Господи, прошу, чтобы Ты благословил, Господи, ее даром, Господи, чтобы она могла служить, Господи, в церкви Тебе, Господи, прославлять Твое имя, Отец Небесный, чтобы могла найти место свое, Господи, и не отходить от церкви, Господи, прошу Тебя, Господи. И также прошу, чтобы Ты благословил Вас, Господи, мудростью, ради как родителей, правильно ее учить, Господи, и как быть христианской девочкой, христианской женой, Отец Небесный, прошу Тебя, Господи, дай мудрости также нам быть примером для нее, Отец Небесный, прошу Тебя во имя Иисуса Христа, аминь. Дорогой Отец, Господи, сердечная благодарность Тебе, Господи, за любовь Твою, за милость, за охрану, Господи, благодарен Тебе за церковь Твою, Господь, за семью мою, Господь, которую Ты мне подарил, за Олечку Тебя благодарен, благодарен Тебе за детишек, которых Ты посылаешь, как благословение, в семью мою, Господь, благодарен также Тебя за Агнесочку, Господь, за то, что она появилась на этот свет, Господь, и, может быть, нашей семье радовать нас, родителей, Господь, мы преклоняем колени, Господь, приносим ее, при лице Твое, Господь, и просим благословения на жизнь ее, Господь. Ты помоги нам быть примером для нее, Господь. Помоги мне быть мудрым, справедливым отцом, Господь, чтобы мы в свое нужное время, Господь, могли довести до царства Твоего, Господь, Небесного, Господь. Сохрани ее в жизни, Господь, чтобы тот злой Господь не мог ее ничем заманить, Господь. Мы ее всецело доверяем в руки Твои и просим благословения на жизнь ее, Господь. Будь ты, сохрани, огради и благослови ее от всякого рода зла, Господь. Будь ты с нами на этот день. Наш Бог. Аминь. Дорогой Господь, приносим к Тебе эту маленькую девочку Агнесу. Присоединяясь к молитвам родителей, мы просим, чтобы Ты благословил ее. Мы призываем Твое благословение, Господь, чтобы оно было в каждом дне, чтобы благодать Твоя, Господь, сопровождала ее всю ее жизнь. Господи, Ты слышишь молитвы родителей, Ты слышишь молитвы, Господь, которые молились они перед церковью сейчас. И Ты знаешь, Господь, их сокровенные молитвы, тайные, когда они дома молятся за своих детей и за Агнесочку. Господи, услыши, услыши, благослови, чтобы дети возрастали для славы Твоей, чтобы они, Господь, были послушными, чтобы они были сохранены, Господи, в этом мире. Ты позволил этой жизни, Господь, прийти в этот мир, этой девочке, Господь, родиться в это сложное время. Ты, Господи, сохрани, Ты благослови, чтобы она принадлежала Тебе, чтобы она познала Тебя, Господи, служила всю свою жизнь Тебе, спасителю и Господу нашему. Благослови физическим здоровьем и всем необходимым, Господи. Самое главное – держи в своих руках. Мы верим, Господь, что это самое безопасное место. Прославляем Тебя, Господь, что Ты слышишь нас, и что Ты благословишь и пошлёшь даже больше просимого. Поклоняемся и благодарим Тебя за всё, Отец и Дух Святой. Аминь. Поклоняемся и благодарим Тебя, Господи. Боже, Боже, ей идти за Тобою, Боже, поможи нам, как батькам, рассказать ей про Тебе, любящий Бог, поможи нам славить имя Твоя за все, Боже, и все-все-все доверять Тобе, все доверять Твою руки, Боже, и наши дядочок завжди проносить молитву, Боже, я дякую за те, что Ти нас любишь, Ти, что охраняешь и даешь все необходимое в нашем жизни, прости, Боже, что мы часто протестуем так, как Ти хочешь, благослови, Боже, на этот день, а Тоби, как будет, так и вечно, аминь. Господи, я Тебя подарю, что Ты нас привел на это место, Господи, даже подарю, что Ты подарил мне такую семью, Господи, за Соломейку, Господи, так что я Тебя приношу в руки ее, Господи, чтобы она служила Тебе, дай нам мудрости, как ее повести, чтобы она была верующей, Господи. Во всем Твоя воля. Аминь. Аминь. Господь, наш Бог, благодарность Тебе за то, что Ты Отец наш Небесный, за то, что Ты знаешь и слышишь все наши молитвы и все наши просьбы, прежде чем, Господи, мы их выскажем. Господь, Ты видишь родителей, которые принесли эту маленькую Соломию, они хотят, Господи, испросить Твоего благословения. Господь, и мы, как Церковь, приносим ее перед лицом Твоим и просим Тебя, Господи, благослови. Благослови Твоим отцомским небесным благословением, чтобы, Господи, когда она подрастет, она могла познать Тебя, чтобы она была радостью, Господи, для своих родителей и для Тебя. Благослови ее, Господи, друзьями хорошими, которые могли бы, Господи, приводить ее к Тебе. Благослови, Господи, тем, чтобы родители могли дать ей хорошее воспитание, могли показать ей, Господи, любовь Твою, чтобы, Господи, она в свое время могла познать Тебя и принять Тебя как своего личного Спасителя. Благослови ее, Господи, всем тем, что Ты имеешь здесь на земле и в небесах. И это мы просим во имя Твое, Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови ее, Господи, всем тем, что ты имеешь здесь на земле и в небесах. Салон 103-й. Песень восхождения. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господни, во вторых домах Бога нашего, во время ночи. Воздвините руки ваши к святилищу и благословите Господа, благослови тебя, Господь Сеонно, сотвори с неба и земли. Аминь. Псалом 90-й. Живущий под кром Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его, не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут под для тебя тысячи и десять тысячи десную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоим, и видеть возмездие нечестием. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедует о тебе, охраняя тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоею. На аспида и веселись, когда ступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу его, снимя в скорби, избавлю его и прославлю его, долготая дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Аминь. Когда в житейском море волны одолевают нас пути, Как будто нет вокруг надежды, силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомненье сердце тяготит, Тогда склони свои колени, молитве к Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает. В молитве мир и утешенье, молитве радость и покой, В молитве сила вдохновенье, молитва в жизни нас ведет. Молитва нас хранит в дороге, молитву наш услышит Бог. Молитва сердце успокоит, молитва грешника спасет. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает. Не забывай, мой друг, молиться, В везде, всегда, во всякий час. Молитве сила и прощенье, молитве мир и благодать. Молитва душу исцеляет, от всех сомнений и тревог. Молитва к Богу приближает, молитва вечность нас ведет. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитвы речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит. Молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Молитва речи нет прекрасней, молитва к Богу нас влечет. Молитва небо достигает, молитва силы нам дает. Братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодня я хочу вместе с вами обратить наше внимание на воскресение нашего Господа Иисуса Христа, порассуждать на эту тему и прочитать из первого послания Коринфянам, 15 глава, с первого стиха. Здесь сказаны такие слова. Первое послание Коринфянам, 15 глава, с первого стиха. «Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию, и что явился Киев, и потом двенадцать, и потом явился более, нежели пятистам братьям одновременно, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, затем всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверены». До этого места. Братья и сестры, апостол Павел в самом начале говорит о том, что «Напоминаю вам, братья, Евангелие». И вы знаете, не зря он это говорит, потому что в нашей жизни нам нужно очень часто напоминание. У нас сейчас есть в телефонах напоминание для того, чтобы мы не забыли. У нас есть напоминание, когда мы просим, чтобы «ты смотри, мне напомни, чтобы я не забыл». Другой человек отвечает «Ну, если я не забуду, то я тогда напомню». Очень часто мы нуждаемся в том, чтобы нам кто-то о чем-то напомнил. Но, тем не менее, это информация, которую мы уже знаем. То есть мы ее знаем, но мы склонны забывать, как люди. И это вот наша такая немощная человеческая природа, поэтому мы в этом нуждаемся. То же самое важная вещь о воскресении нашего Господа Иисуса Христа. Очень важная для нашей жизни и благочестия. И поэтому апостол Павел говорит, я вам напоминаю. То есть люди уже знают об этой благой вести, но он еще раз, еще раз напоминает, потому что это очень важно. Я хотел бы с вами из этого отрывка рассмотреть сегодня, ну, можно так сказать, три грани, которые отражают красоту Божьего Евангелия. Три грани. Здесь вот именно в этом отрывке. Там есть еще дальше развитие этой темы. Вообще, первое послание к Оримфинам, вот это 15 глава, наверное, это самое подробное описание о воскресении. Но апостол Павел начинает, говоря, что я напоминаю вам Евангелие. И первая грань, первая грань – это суть Евангелия. Мы читаем с третьего стиха апостол Павел говорит, в чем состоит суть Евангелия или смысл. Во что мы верим? Это не просто вот четыре Евангелия, которые мы читаем. Это евангельские книги, повествующие о Евангелии, благую весть. И благая весть – это не только рождение Иисуса Христа, это не только его воскресение. Но вот давайте обратим внимание и посмотрим, что же такое Евангелие, из чего оно состоит, и в чем смысл и суть Евангелия. С третьего стиха. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши». Это первая часть Евангелия. Это тоже Евангелие. Это благая весть, потому что Иисус Христос не просто умер. Не сказано, что Иисус Христос умер и точка. Нет. Иисус Христос умер за грехи наши. Для нас это благая весть. Это радостная новость, что Иисус Христос умер за грехи людей. Почему это важно? Потому что Божья справедливость требует, чтобы за грех человека, за греховность, за порочность человека была пронесена жертва. Написано «за грех смерть». И поэтому это очень важно, что Иисус Христос умер за грехи людей. Это очень важно. Это значит, люди теперь имеют возможность и способность жить благочестивой жизнью. Они имеют возможность спасения, потому что Иисус Христос умер за грехи людей. Это первая часть сути Евангелия. Далее сказано о том, что и что Он погребен был. Тоже по Писанию. Почему важно то, что Иисус Христос был погребен? Знаете, с самого начала, когда мы помним, читали эту историю о том, что когда Иисус Христос воскрес, то первые лжесвидетели, которые извратили эту весть, это были священники которые и фарисеи, которые научили воинов, стражей, чтобы они сказали неправду. Чтобы они понесли эту искаженную новость о том, что когда мы спали, его украли и так далее. И во все времена, с того времени и до сегодняшнего дня подвергается сомнению и искажению именно весть о том, что Иисус Христос умер, о том, что Он был погребен и что Он воскрес в третий день по Писанию. И поэтому это очень важно о том, что Иисус Христос был погребен. Он не просто потерял сознание. Это значит, что Он действительно умер. Это действительно Он умер и таким образом Он оплатил цену нашего искупления. То есть, потому что Он умер за грехи рода человеческого. И более того, мы читаем о том, что Иисус Христос пробыл во гробе три дня. Он воскрес на третий день. Бог позаботился о том, чтобы у людей не возникало каких-то сомнений в том, что Он действительно умер. Он пробыл во гробе три дня. И это говорит о том, что Иисус Христос умер за грехи людей. И далее написано, что И воскрес в третий день по Писанию. Иисус Христос воскрес. Потому что если подвергнуть сомнению, что Он умер, значит, Он не воскрес. Поэтому очень важно, что Он умер, что Он был погребен. И очень важно, что Он действительно воскрес для оправдания людей. В этом состоит смысл и суть Евангелия. В том, что Он действительно является Спасителем и Господом для рода человеческого. И то, что Христос воскрес, говорит о многих вещах. Есть много моментов, которые заключены в том, что Иисус Христос воскрес. Это значит, что все грехи оплачены. Это значит, что все грехи, которые Он взял на Себя, грехи рода человеческого, за которые Он написано, умер за грехи наши, то Он действительно их все полностью оплатил. Иначе Он бы не воскрес. Написано также, Писание открывает нам, что Иисус Христос – это первенец из умерших. Это радостная новость тоже для нас. Потому что если Он первенец, значит, будут и те, которые тоже воскреснут. Это люди Божьи, люди, которые уверовали в Иисуса Христа. Значит, они тоже воскреснут, потому что Он первенец, а значит, потом будут и последующие. Это значит, что Он одержал, как написано дальше в этой же главе, Он победил смерть и ад. Он одержал победу над смертью и адом. И много еще моментов, о которых говорит воскресение Иисуса Христа, о которых повествует. Итак, первое, то, о чем мы здесь посмотрели, о Евангелии, о благовести, о спасении, в чем заключается смысл и суть Евангелия, первая грань – это то, что Иисус Христос умер, о том, что Он был погребен и что воскрес. Это и есть Евангелие. Это благая весть для нас с вами, дорогие друзья, братья и сестры, и что действительно это Иисус Христос совершил за грехи людей. Вторая грань Евангелия – это то, что свидетельство Ветхого Завета Евангелия. Вот Ветхий Завет свидетельствует о том, что Иисус Христос пострадал, умер, был погребен и воскрес. Мы можем посмотреть Евангелие от Луки, 24 глава, свидетельство Ветхого Завета. Это когда Иисус Христос воскрес и являлся на протяжении 40 дней ученикам. И вот, явившись одним из них, которые шли по пути, Он говорит, это Евангелие от Луки, 24 глава, 25 стиха. Тогда Он сказал им, «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Иначе от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании». Это одни из тех, которым свидетельствовал Иисус Христос. И также, когда Он явился, немножко спустя некоторое время, Он явился им, апостолам, ученикам, и сказал, 44 стих, «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще будучи с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах. Тогда открыл им ум к разумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И должно быть проповедано во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели этому». Мы видим, что и здесь в послании апостола Павла к Коринфянам здесь сказано, что все это с Иисусом Христом совершилось по Писанию. Мы видим о том, что Иисус Христос умер по Писанию, что Он был погребен тоже по Писанию, что Он воскрес в третий день по Писанию, потому что об этом предсказывали пророки Моисей, пророки и псалмы. И также видим, что Иисус Христос Сам, потом утверждая, убеждая своих апостолов, учеников, являясь им на протяжении сорока дней, Он убеждал, что так надлежало пострадать Христу. Об этом говорили пророки, об этом говорилось в псалмах, об этом говорил Моисей. Поэтому мы видим и читаем, смотрим на эту вторую грань свидетельства Ветхого Завета о Евангелии, что об этом говорит весь Ветхий Завет о том, что Иисус Христос надлежал Ему пострадать. И вообще мы также читаем, когда читаем Евангелие, мы видим о том, что сам Иисус Христос был свидетелем. Он часто говорил своим ученикам, апостолам, о том, что Ему надлежит быть предану в руки грешников, что Ему надлежит пострадать и умереть, и на третий день воскреснуть. Но знаете, вот эта суета праздничная, когда они готовились к празднику, потом торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим, вот эти заботы, суета какая-то, оно, по-видимому, отвлекало, они, может, пропустили мимо ушей, или, может, недопоняли о том, что Иисус Христос им говорил об этом. А потом, когда мы читаем уже Христос воскрес, и Он говорил им, объяснял это, то мы читаем о том, что и тогда вспомнили они, что Он им говорил об этом. Также и Дух Святой, Он также напоминает людям о том, что это надлежало совершиться. Мы также можем посмотреть в целом на историю израильского народа, его выход из египетского рабства. Это, знаете, как история спасения человечества, но только в миниатюре. Вот на примере одного Божьего народа, народа израильского, мы видим, что Бог сам участвовал или выводил этот народ из рабства. Написано, Писание говорит о том, что где еще был такой Бог, который бы взял и своей рукой вывел свой народ, который шел бы среди него, питал его, заботился о нем, защищал от врагов. Где есть еще такой Бог? Нету больше такого. И вот на основании, вот также из израильского народа, мы видим свидетельство Ветхого Завета о Евангелии. О том, что будет совершено, и сейчас уже совершено, спасение рода человеческого о том, что Иисус Христос умер, о том, что Он погребен был, и что Он воскрес третий день по Писанию. Итак, вторая грань – это свидетельство Ветхого Завета о Евангелии. Третья грань – это сами свидетели или очевидцы Евангелия, вот этих всех событий, которые совершились с Иисусом Христом. Мы видим, что Бог позаботился о том, чтобы это событие было подтверждено различными способами и для различной категории людей. Я так думаю, что вот событие, которое совершилось с Христом, вот это спасение, искупление, оно было подтверждено, наверное, лучше, чем любое другое событие вообще в истории человечества. Давайте посмотрим. Написано, и что явился Киеве, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьям одновременно, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, затем всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Мы читаем о том, что Иисус Христос являлся на протяжении сорока дней. Вы знаете, любой скептик, который мог бы сказать, что ну кому-то там привиделось, кто-то был в расстроенных чувствах, кто-то в особых каких-то переживаниях, потому что потерял своего учителя, поэтому ему показалось, вы знаете, ну это вообще не будет безосновательно, потому что на протяжении сорока дней Бог позаботился о том, чтобы Иисуса Христа видели огромное количество людей. Мы читаем о том, что явился Киеве. Интересно, что в Евангелии Иоанна, там 20-21 глава, написано, что Иисус Христос явился одиннадцати почти сразу после своего воскресения. Почитайте, если интересно будет. Также написано, и с ними не было Фомы. Потом он явился еще раз, через восемь дней, уже был Фома. Это было второе его явление. А потом написано, помните, когда апостол Петр говорит, что иду ловить рыбу. Они говорят, и мы идем с тобой. И пошли ловить рыбу, и там, по-моему, было семь человек. И это было третье явление Христа. Помните, когда они поймали очень много рыбы, а уже была приготовлена еда у них на берегу. Это уже было написано там, это было третье явление, когда Иисус Христос явился своим ученикам. Мы видим, что одиннадцати, даже этим одиннадцати, он не однажды являлся. Он являлся несколько раз, по крайней мере, мы читаем, по крайней мере, три раза его явление было. Тут написано также дальше о том, что явился более, нежели пятистам братьям одновременно, одновременно, из которых большая часть оданы не в живых, а некоторые и почили. Пятьсот человек, пятьсот свидетелей. Не могло показаться, привидеться пятьсот человекам, чтобы, ну, что Иисус Христос воскрес, что Он являлся, что Он действительно жив. Мы также читаем о том, что Он явился, мы немножко прочитали уже об этом, что Он явился двум, которые шли в Имаус, помните? И Он явился им на пути, Он шел и объяснял им из Писания о том, что так надлежало пострадать Христу. Об этом говорил Ветхий Завет. И так это все должно было исполниться. И написано потом, при ломлении хлеба, когда они его узнали, то Он стал невидим для них. Мы также читаем о женщинах. Мы можем добавить к этому женщины, которые шли рано утром, на рассвете, для того, чтобы помазать Иисуса Христа. Помните, сколько женщин там было? В Евангелии от Луки, 24 глава, там 10 стих, сказано о том, что была Мария Магдалина, Иоанна, Мария мать Иакова, и заметьте, написано, «И другие с ними». Как минимум, это было пять человек. Три человека, три женщины, о которых говорится поименно, и другие с ними во множественном числе, то есть как минимум две. Пяти женщинам Иисус Христос явился сразу после своего воскресения. Также Иакову, мы тут читаем о том, что явился Иакову, а потом явился и апостолу Павлу. Мы видим, какое великое облако свидетелей воскресшего Иисуса Христа. Мы видим, что с ясными, чёткими, неопровержимыми доказательствами Иисус Христос на протяжении сорока дней являлся свидетелем, который за свидетельствами... И сегодня мы имеем и священное писание, мы имеем послание, мы имеем свидетельства, мы имеем записанные показания, свидетели, можно так сказать, очевидцев, которые видели это и прочувствовали это на самом деле. Поэтому третья грань Евангелия о том, что оно действительно имеет твёрдое основание, это свидетели, очевидцы, которые, кстати, важны, как и в Ветхом Завете написано, что при двух или трёх свидетелях состоится всякое дело, так же и в нашей жизни. Свидетели очень важны, как вы знаете. И поэтому мы имеем твёрдое основание, мы имеем очень множество, большое множество свидетелей этой благой вести, смерти, погребения и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Итак, друзья, братья и сёстры, сегодня вот из этого короткого отрывка мы посмотрели на такие три грани, три грани Евангелия, которые с разных сторон открывают красоту Божьего плана спасения, которая касается нас напрямую, потому что Иисус Христос пришёл в этот мир для того, чтобы родиться, для того, чтобы пострадать и умереть за грехи наши. Не просто пострадать и умереть, но пострадать и умереть за грехи наши, для того, чтобы Он потом был погребён и для того, чтобы воскрес для оправдания нашего. И то, что всё это совершилось, то, что это было заранее предсказано, это было открыто через пророков, потому что Бог говорит о том, что Он ничего не делает, не открыв рабам своим пророкам, Свой Божий план спасения, то, что Он предусмотрел это. Через это мы видим, что Бог совершил наше искупление, Бог позаботился и не только задумал, но и совершил этот прекрасный, чудесный план спасения рода человеческого. Что же теперь, что мы можем из этого применить для себя, взять для себя? Ну, прежде всего, апостол Павел говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. То есть, напомнить о том, что совершил Иисус Христос. И совершил причем ради каждого из нас, для того, чтобы мы имели спасение и жизнь вечное. Но также Он говорит здесь, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое Он благовествовал, и благодаря этому благовестию мы имеем сегодня написанное Слово Божие, мы имеем описанное все эти события, которые совершились, и мы, читая это, исследуя это, мы можем иметь спасение и жизнь вечную. Дальше Он говорит, которое вы приняли, которым утвердились, в котором утвердились, которым и спасаетесь. И заметьте, дальше очень важная деталь. Если преподанного, держитесь так, как Я благовествовал вам. Немаловажная деталь. Держаться так, как апостол Павел, как Писание нам открывает. Потому что во все времена, и в наше время, особенно сегодня, люди пытаются вводить какие-то новшества, как-то по-своему, как-то по-другому, как-то может прибавить к Писанию еще что-то, какие-то учебники или еще. Вы знаете, мы должны держаться именно так, как говорит Священное Писание. Так, как апостол Павел благовествовал нам, так, как евангелисты благовествовали нам, как сам Иисус Христос говорил о том, что Он совершил ради нас. Поэтому пусть Господь нас, братья и сестры, благословит. И сегодня также хочу обратиться. Может быть, кто-то каким-то образом отошел и не удерживался, не жил в благочестивой христианской жизни. То, вы знаете, есть всегда возможность обратиться к Богу, потому что Бог уже спасение совершил. И поэтому существует возможность, пока мы живы, пока мы здесь на земле, есть возможность обратиться к Богу, покаяться перед Ним и служить Ему. А нам, братья и сестры, те, которые следуют за Господом, чтобы мы всегда держались, чтобы всегда напоминали о том сами себе через Священное Писание, что Иисус Христос совершил ради нас. Пусть Господь нас в этом благословит и прославится в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье Христа Воскресенье Христа Воскресенье Христа Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье Христа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье Воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok Песня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воскресенье Христа Субтитры создавал DimaTorzok Ибо так говорит Высокий и Превознесенный Вечно Живущий Свято имя моего Я живу на высоте небес И во святилище А также с сокрушенными И смиренными духом Чтобы оживлять Дух смиренных И оживлять Сердца сокрушенных Дорогие слушатели Дорогие братья и сестры Дорогие женщины Дорогие матери Вы хотите Чтобы Господь Своим перстом Прикоснулся К вам К вашему характеру К вашему поведению К вашему духовному человеку Чтобы созиждить его Или вы уже В окончательном готовом виде Если вы сформировались Сами по себе То Господу уже Нет необходимости Там что-то делать И он не будет делать Если вы хотите Чтобы он Принял участие В созидании Вашего духовного Человека И вашего облика Приготовьте себя Ему В том состоянии Которое мы слышали В том состоянии Которое мы говорили Что я Живу на небесах И во святилище На небесах Мы не можем Сейчас как-то Проникнуть Попасть Недоступная сфера Для нас Во святилище Тоже недоступное место Уже храма нет Но вот он говорит Я живу с вами С людьми С теми Кто сокрушен И смирен Духом И сердцем Сокрушен Вы представляете Вот тебе какое-то Творение Оно сокрушено Оно развалено Все В нем нет оснований Вы пред Богом Должны разрушиться Раствориться Чтобы он по новой Созиждил Из вас Нового человека Своего По своему образу И устроению Вы знаете Сегодня День матери Я хотел бы В связи с этим Сказать несколько слов Потому что Конечно же Времени очень мало У нас сегодня было насыщенное собрание Но вот Наш Господь Иисус Христос Был предвечный Когда он пришел на эту землю И родился Тоже от матери Он был предвечный В словах Сотворим человека По образу И подобию нашему Он присутствовал В главной заповеди Из 10 заповедей Скажем Что Бог един Иудеи часто настаивают Что един Это один Но это непростое Единство Какая-то вещь Типа вот стол Карандаш Может быть единое Но вот народ Божий Он себе избрал Единый народ Израиль избрал Он церковь себе избрал Народ единый Он Не един по существу Он множественен И Бог говорит Не создам человеку Создадим человека По образу И подобию Нашему И вот этот предвечный Господь Иисус Христос Приходит на землю Рождается так же От жены У него была мать Дорогие друзья Как у всех у нас У него была мать И даже на кресте В муках Страданиях Он не забыл о ней Он пригласил ученика И сделал поручение Умирая В страданиях За грехи Всего мира Он помнил О своей матери Марии Я хотел бы сегодня Сказать о матери В свете священного Писания Бытие 3 глава 20 стих И нарюк отдам имя Жене своей Ева Что значит Жизнь Ибо она стала Матерью Всех Живущих Мать Она же жена Но понятие Мати выше Чем понятие Жены Жена имеет Подчиненное Значение Жена должна быть Подчинена мужу Почему должна быть Это не мое Условие Не мое требование Так Бог Предусмотрел Создавая Общество Человеческое Бытие Во 2 главе написано И сказал человек Вот эта кость От кости моей И плоть от плоти моей Она будет называться Женой Ибо взята Ибо взята От кого Дорогие друзья От мужа Жена Взята От мужа И вот Бог говорит Нехорошо Человеку Быть одному Сотворимому Помощника Соответственно Ему Вы знаете В этих словах Символично Уже показана Зависимость Жены От мужа И создал Бог Из ребра Взятого Человека Жену И привел Ее к человеку Но когда мы Говорим о понятии Мать Мы не говорим О подчиненном Ее значении Мы говорим Мать Это Дающая Жизнь А ее Предназначение Давать Жизнь И матери С сокрушенным И смиренным Духом Снискали Особое место И особую роль В священном Писании От них Родились Великие люди Поистине Духовные Великие люди Если мы Откроем Начало Евангелия Мы увидим И услышим Удивительную Благую Весть От Двух Сокрушенных И смиренных Женщин Это Мария И Елизавета Мария была Очень молодая Она только готовилась Стать женою И матерью Вторая же Была в преклонных летах Бог не давал ей детей И она страдала От этого И обе они Величат И благословляет Бога за то Что он посетил их Увидел их Несмирение И сокрушение Духа Мария С верой Смирением Принимает Весть От Ангела Она только Спрашивает А как это будет И потом Принимает Все что Говорит ей Ангел Величит Душа Моя Господа Такими словами Начинается Ее молитва Словословие Величит Душа Моя Господа За то Что он Презрел На рабу Свою И говорит Что отныне Будут ублажать Меня народы Когда Мария Посетила Свою родственницу Елизавету На нее На Елизавету Сошел Дух Святой И она Пророчески От Духа Святого Говорит такие слова И откуда Мне это Что пришла Матерь Господа Моего Ко мне Ибо Когда Голос Приветствия Твоего Дошел До слуха Моего Взыграл Младенец Радостного Чревия Моем И Блаженно Уверовавшая Блаженно Уверовавшая Потому что Совершится Сказано Ей От Господа И сказала Мария Величит Душа Моя Господа И возрадовался Дух Мой О Боге Спасение Моем Что Презрел Он На смирение Рабы Своей Ибо Отныне Будут Ублажать Меня Роды Что Сотворил Мне Величие Сильный Свято Имя Его Если Мы Обратимся Ветхий Завет То Там Конечно Трудно Обойти Такой Образец Образец Смирения И Прославления Господа Как Анна Которая В скорби Души Своей Молилась Пред Господом Изливая Свою Скорбь И Она Молча Молилась И только Губы Ее шевелились Но звука Не было Но она В скорби Души Своей У нее Не было Ропота Она Молилась Господу Чтобы он Услышал И священник Киля Увидевший Эти Губы Шевелящиеся И отсутствие Звука Щел Ее Пьяною И Как бы Сказал Для чего Ты пьяна Здесь Находишься И мы Видим Смирение Этой Женщины И Отвечала Она И сказала Нет Господин Мой Я Жена Скорбящая Духом Вина И секера Я не пила Но Изливаю Душу Мою Пред Господом Не считай Рабой Твоей Негодную Женщину Ибо От великой Печали Моей Скорби Моей Говорила Я Доселе И отвечала Илья И сказал Иди С миром И Бог Израилев Исполнит Прошение Твое Чего Ты просила У него Она же Сказала Да найдет Раба Твоя Милость В очах Твоих Вы посмотрите Какое Смирение У этой Женщины Да найдет Раба Твоя Милость В очах Твоих Говорит Она Илья И пошла Она В путь Свой И ела И пила И не было Печали Как прежде И вот Во втором Второй главе Анна Получает Просима И молится Приходит Пред Господа Она Переносит Этого Младенца Пред Господа И она Словословит Благословляет Господа Который Услышал ее Который Извлек ее Из этого Бедственного Позорного Состояния Когда она Страдала От Финаны Который Унижал ее И ей Нечего было Сказать В ответ У нее Не было Ребенка Это был признак Того Что у тебя Нет Благословения Видимо У Финаны Были дети У Анны Не было детей И вот Она Получает Это ребенка И Бог Говорит Если он Будет Мужского Пола Я посвящу Тебе Его Господи И она Словословит Господа Вот во второй Главе Такими словами Возрадовалась Сердце Мое Господи Вознесся Рог Мой В Боге Моем Широкой Разверзить Уста Мои На врагов Моих Ибо Я радуюсь О спасении Твоем Нет Столь святого Как Господь Ибо Нет Другого Кроме Тебя И нет Твердыни Как Бог Наш Вы знаете Есть много Примеров И апостол Павел Вы знаете Обращаясь К Тимофею Желая Видеть Его Возрадоваться От того Чтобы увидеть Его Он говорит Что у Тимофея Была Нелицемерная Вера И причем Здесь он Обращает Что эта вера Была в его Бабке И в его Матери Евнике Она От этих Матерей Передавалась И пришла К Тимофею И это Тоже Немаловажно Это я говорю Для того Чтобы Сегодня Матери Они Если Хотят Сегодня Матери Иметь Благословенных Детей Перед Богом Матери Должны Благословлять И славословить Господа Что Объединяло Этих Библейских Женщин У них Не было Ропота Анна Елизавета Они были Бесплодны Но они не роптали На Бога Мария не роптала Как это будет Ведь я еще не замужем Как это будет Она не роптала Она приняла То что говорил ей Ангел И благословила Бога Говорят Что ребенок В утробе Матери своей Чувствует Поведение И настроение Матери И реагирует На него Если Мать Ведет Недостойный Образ Жизни Она Формирует Трамвированного Человека Только Жена Только Мать Христианка Только Мать Христианка Благословляющая Бога Призывающая Имя Его За все Благодарящее Его Без ропота Без сомнения Не жалующаяся На судьбу Имеет Все Возможности Родить Ребенка Который Станет Угоден Господу Который Станет Достойным Его Сосудом С детства И сегодня Мы были Свидетелями Когда Матери Отец И мать Приносит Ребенка Пред Господа Уже С малых Лет С начала Жизни Желая Посвятить Его Господу Чтобы Все его Дни Уже Были Под этим Посвящением И Под Надзором И Внимательным Оком Самого Господа Да Благословит Господь Сегодня Нас И особенно Вас Дорогие Женщины Дорогие Жены Дорогие Матери От Вас Очень Много Зависит И рождение Ребенка Потому что Еще в Утробе Вашей Уже Формируется Этот Маленький Человек Уже Он Реагирует И слышит Ваше Настроение Ваше Поведение Славословит Или Вы Господа Или Вы Ропщите На что Он Впитывает Это И формируется Его Внутренний Человек Его Способность Потом Воспринять Благодать Божию Внутрь Себя И Сделаться Сосудом Божьим От Вас Очень Много Зависит От Вас Очень Много Зависит И при Воспитании Этого Ребенка Как Анна Посвятила И Каждый Год Приносила Одежды Для Маленького Самуила Это Не Значит Что Тут Нет Роли Или Умоляются Роли Отца Мы Просто Сейчас Говорим О Великой Роли Матери В Истории Человечества Это Действительно История Не отдельная Это История Всего Человечества Потому Что Все Человечество Приходит В мир Через Рождение Матери И В заключение Я Пожелаю Вот такой Стих Записанный В притчах Миловидность Обманчива И Красота Суетна Многие Из вас Конечно Хотят Выглядеть Миловидно Выглядеть Красиво Это Естественное Желание Это Нормальное Желание Когда вы Хотите Выглядеть Красиво Чтобы Вас Любили Мужья Чтобы Вас Любили Дети Ваши Чтобы Вы Приятно Выглядели Для Всех Но Слово Божие Говорит Что И Эта Красота Она Временна Она Суетна С нашими Годами Мы Видим Это На своем Опыте Она Проходит Но Жена Боящейся Господа Написано Достойно Хвалы Благословилось Господь Ходить Перед Господом Так Чтобы Вы были Достойны Хвалы И от Людей И от Бога И чтобы Дети Ваши Были Благословением Для Всех Вас Давайте Мы Сейчас Помолимся И Благословим Нашего Господа Аминь Благословим 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 Он Друзей И Иисуса В тревоге Может Снова Вер operations Свою Сило И Класс Он П추жд Kent Свою Ночь Посох Волна Он Пришел К К Он Пришел К К К Он Пришел Нас От Смерти Спас ПЕСНЯ 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 труде, в вашем семейной и постоянной жизни, да укрепит вас Господь. И милость Божья да будет над вами. Давайте мы встанем и помолимся в конце нашего собрания. Божий Отец наш Небесный, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе благодарность за Твое милосердие и любовь Твою к нам, за то, что это время мы могли быть в общении с Тобою. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты щедро и обильно благословляешь нас, питаешь нас Словом Твоим. Господь, еще раз мы благодарим Тебя за матерей наших, которые есть в жизни нашей, и просим Тебя, чтобы Ты помог нам любить их, ценить их, дорожить и почитать родителей наших. Благослови нас в этом. Мы благодарим Тебя, Господа, поклоняемся Тебе, прославляем за Твою милость, за любовь, за благословение Твое для каждого из нас. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.